Июль совсем не радует нас своими теплыми деньками. Нынешняя погода сильно отразилась и на состоянии сельскохозяйственных культур. В поздний весенний период мы наблюдали почвенные заморозки. И ночные температуры начала первого летнего месяца были ниже 5 градусов. В связи с этим наблюдался дефицит азота. То есть азотфиксирующие бактерии, почвенные микрофлоры, они не фиксировали атмосферный азот и на растениях наблюдается азотное голодание. Последние годы в республике Татарстан одним из факторов получения урожая сельскохозяйственных культур была влага. Однако в этом году многие полевые растения наоборот испытывают обилие влаги. Все это привело к тому, что корнеобитаемый слой почвы достаточно не прогревался. Поэтому рост и развитие сельскохозяйственных растений шло задержкой. Низкая температура негативно отражается на всех сельскохозяйственных культурах. В особенности это заметно на южных культурах с длинным вегетационным периодом, таких как проса, кукуруза, подсолнечник, что впоследствии отразится и на качественных их показателях. Сейчас идут активные заготовки кормов для животных, но в связи с нынешними погодными условиями корма могут быть низкого качества. При повышенной влажности сенаж и силос недостаточно хорош для кормов, то есть имеет плохое качество. И еще возможно образование масляной кислоты, которая впоследствии также будет негативно отражаться для животных, то есть будет ядом для животных. Что касается косточковых культур, то в связи с низкой температурой не шло опыление, что привело к низкой урожайности. Земляники и клубники тоже в этом году будет не так много, из-за повышенной влаги произошло загнивание на плодах. Такая ситуация это не впервые, все это связано с 11-летним циклом солнечной активности. Вот такая погода, она повторяется раз в 11-12 лет. Но надежды терять не стоит, ситуация может измениться, если начало и середина августа будут теплыми. Анна Глазунова, Леонард Авлитяров, Универ Ньюс.